Тарифы на коммунальные услуги Тарифы на уровне декабря или ниже Наиболее значимый пример – тариф на тепловую энергию для населения, проживающего в жилых домах, отапливаемых на Ринмарском ПОКИТС и Ненецкой коммунальной компании в части поселка Искателей. Там с 1 января текущего года был снижен тариф на 13% и действует по настоящее время. Что касается изменений, изменения произойдут 1 июля и в части упомянутой теплоэнергии по ПОКИТС тариф вырастет на 5,5% и стоимость 1 гигакалорий составит 2470 рублей. По упомянутой Ненецкой коммунальной компании тариф также увеличится на 4,2% и составит 2386 рублей. Как мы видим, увеличение 4,2 и 5% меньше того снижения, которое было у нас 1 января. То есть это достаточно благоприятный фактор. Для населения, проживающих в городе и ранее получавших услуги отопления от управляющей компанией Наринмарстрой, сейчас отапливаются автоматика сервис и Ненецкая коммунальная компания. Для них тарифы также вырастут. По автоматике сервис увеличение будет порядка 9%, по Ненецкой коммунальной компании 5%. Изменения с 1 июля коснутся не только теплоэнергии. В этом же списке электроэнергия, водоснабжение и водоотведение и розничные цены на твердое топливо. Вырастет стоимость на электрическую энергию для населения. Для городского населения тариф Ненмарской электростанции увеличится на 7,5% и стоимость 1 кВт составит 4 рубля 62 копейки за 1 кВт в час. Для сельского населения тариф устанавливается с коэффициентом 0,7%, поэтому для сел тариф за электроэнергию составит 3 рубля 23 копейки за 1 кВт в час. С 1 июля меняются тарифы на водоснабжение для населения в городе Наринмар. Они вырастут на 9%, на водоотведение 7%. Для проживающих в сельской местности услуги водоснабжения вырастут на 0,6-0,4%. Подрастут розничные цены на твердое топливо. 1 тонна угля для жителей сел составит 2252 рубля, куб дров 1318. Незначительно увеличатся розничные цены для газ. В зависимости от категории потребителей они изменятся на 3-4%. Важно отметить, что оптовая цена Печорнефтегазпрома остается неизменной с 2013 года. Цены меняются за счет услуг по транспортировке газа компании Наринмарокергаз. Рост платы граждан за коммунальные услуги регулируется и контролируется. Контроль индекса изменения, размер вносимой гражданной платы за коммунальные услуги – это основной инструмент ограничения повышения платы. Поэтому тариф, например, на теплоэнергию не может быть увеличен за один год в два раза. К правительствам установлены основы, в соответствии с которым постановлением губернатора Нинецкого автономного округа определен максимальный индекс изменения платы гражданина за коммунальные услуги. Для всех муниципальных образований он установлен у нас в едином размере – это 6,7%. Соответственно, у любого гражданина Нинецкого автономного округа совокупная плата по коммунальным платежам с 1 июля не может вырасти более чем на 6,7%. Проверить это достаточно просто. Необходимо из вашей платежки за июль месяц суммировать стоимость коммунальных услуг – это вода, канализация, тепло, газ, электроэнергия. И сопоставимых объемах сопоставить с вашими расходами за декабрь. Сумму июля разделить на сумму декабря, умножить на 100 – вы получите искомый коэффициент. Он не должен превышать установленных 6,7%. Рост тарифов обусловлен несколькими факторами. Основной – это стоимость ресурсов, необходимых для производства услуг. Кроме того, растет стоимость материалов, индексируется заработная плата, вводятся новые объекты основных средств, стоимость содержания и амортизационные отчисления, по которым также ведут к росту расходов. Оказывает влияние на тариф сокращение объемов потребления, в том числе в связи с внедрением приборов учета. Важно отметить, что долгосрочная динамика изменения тарифов существенно ниже установленного роста потребительских цен. К примеру, тот же тариф на теплоэнергию для населения увеличился с 2012 года в среднем на 30%. При инфляции за указанный период порядка 39%. Цены на коммунальные расходы растут, но они ниже инфляции. Сдерживание роста тарифов складывается из двух составляющих. В первую очередь, коммунальные услуги являются регулируемой деятельностью, и нельзя поставить котельную и начать оказывать услуги по цене 5000 рублей за гигакалорию. Все ресурсоснабжающие компании в соответствии с законодательством обязаны подать в управление свои предложения по установлению корректировки тарифов. В соответствии с их предложениями проводится экономическая экспертиза, и тарифы корректируются в меньшую сторону от аппетитов предприятий в среднем на 30-40%. Но бывают уникальные случаи, когда приносят заявки с предложением тарифа по 50 тысяч рублей за гигакалорию. Важно понимать, что при регулировании необходимо соблюдать баланс сторон потребителя и поставщика услуг. Основной принцип – это качественная услуга по минимально возможной цене. Второй компонент сдерживания тарифов – это субсидирование тех доходов, которые компании недополучают, так как установленный тариф ниже экономически обоснованного. Наиболее яркий пример – это электроснабжение в селах округа. Стоимость одного киловатт-час составляет более 30 рублей. Население оплачивает только десятую часть. В общем, в бюджете округа 2016 года на компенсацию данных недополученных доходов предусмотрено более 800 миллионов рублей. Большая часть, 80% из суммы – это расходы по выпадающим доходам коммунальных компаний для жителей сел. Коммунальные тарифы, информация открытия, публикация размещается в том числе в сети интернет. Ознакомиться с установленным тарифом на 2016 год можно на официальном сайте Управления по государственному регулированию цен тарифов Ненинского округа на портале органов государственной власти. Там же на сайте реализована интерактивная карта текущих и устанавливаемых с 1 июля тарифов для населения, где наглядно по населенным пунктам представлена необходимая информация – достаточно удобный инструмент. Если возникают вопросы по тарифам, в первую очередь необходимо обратиться в свою управляющую компанию за разъяснениями. Консультацию по тарифам на коммунальные услуги можно получить, позвонив в Управление по государственному регулированию цен тарифов. Консультацию по вопросам правильности начисления платы граждан за коммунальные услуги можно получить в Государственной инспекции строительного и жилищного надзора Ненинского автономного округа.